Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Вот мы уже говорили о погоде всё время, о том, что пасмурная погода, непривычно, может быть, такая осенняя на этой неделе. Но, тем не менее, если вы установили солнечные панели у себя где-нибудь в частном доме, а, кстати, сейчас идут разговоры всё возможные о домах многоквартирных, но это, наверное, отдельная тема для разговора. С какими... Вообще, вот, есть ли какой-то толк, если учитывать всё-таки то, что мы находимся не в тропиках, не на экваторе, от солнечных панелей, насколько они могут дать электроэнергию, способную вот каким-то образом облегчить наши вот эти счета за коммунальные услуги? Обо всём об этом мы сегодня поговорим. Как раз-таки с нашим гостем, это руководитель отдела энергетических решений компании «Энефит» Андрей Комбецов. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот насколько действительно солнечные панели актуальны для нас? Многие, может быть, всё-таки думают, что для более южных широт, там, где солнце в зените, это действительно очень выгодно, а в более северных широтах солнечные панели уже теряют свою актуальность. Ну да, это, как бы, можно сказать, уже история про это, что солнечные панели у нас плохо работают. Это, как бы, объясняется тем, что солнечные панели, их эффективность очень последние года шла вперёд. И, то есть, солнечные панели могут взять довольно небольшое даже солнечную энергию, радиацию и производить электроэнергию. И ещё один фактор, который, как бы, влияет, или если мы сравниваем со странами, где очень жарко, много солнца, для производения электроэнергии солнечных панелей должен быть баланс между температурой и их эффективностью. Ну, то есть, того, сколько много солнца. И у нас, как бы, опять играет в нашу лучшую сторону вот наш климат, что, как бы, солнца у нас довольно-таки много, но температура средняя, они очень высокие. Эти солнечные панели не слишком перегреваются, и в сути эффективность их сохраняется довольно хорошая. Вот это, как бы, нас уже приваривает, ну, как бы, даёт нам возможность довольно-таки близко производить электроэнергию к тем странам, где очень много солнца. Ну, хорошо. А что делать с этими панелями, скажем, осенью, когда у нас в основном и только преимущественно пасмурная погода, и солнце, если выглядывает, то это считанные часы, а то и минуты. Эффективны ли они... Да, да. Насчёт прямого солнца, это не обязательно, чтобы было солнце и ясная погода. Это и радиация, она, в принципе, ну, если вы сравниваете с таким фактом, что загар можно получить даже в пасмурную погоду, что радиация всё равно идёт на землю, проходит, и в связи с тем, что панели сейчас стали настолько эффективны, они довольно хорошо работают в пасмурную погоду, то есть, да, это не стопроцентная, то есть, отдача от их мощностей, но это 70-60% всё равно это производится электроэнергии, это уже довольно достаточно для домохозяйства. Хотя мы привыкли воспринимать энергию солнца как дармовую, то есть, это вот то, что мы получаем даром, тем не менее, сами всё-таки панели тоже стоят, и как быстро они окупают себя, то есть, вот как быстро человек начинает получать прибыль от того, что он получает энергию солнца напрямую? Ну, на данный момент из-за того, что, в принципе, ну вот геополитическая ситуация, цены на металл, вот логистика, всё, сами как бы панели немного подорожали, то есть, эффективность уже не играет настолько быструю роль уменьшения цены, как вот эта ситуация, можно сказать, последние полгода, но где прирост цен случился ещё больше и на много раз, это цена самой электроэнергии. И, в принципе, вот эта нынешняя цена электроэнергии, она способствует тому, что панели на данный момент, если сохраняются будут такие же обстоятельства с ценами на электроэнергию, в таким среднем случае домохозяйства у нас оплачиваются где-то в районе 8 лет. И перед тем, ну вот год-два года обратно, это были 10-12 лет, да, эта ситуация сейчас ускорила эту оплачиваемость панелей с ценами электроэнергии, по сути. Вы имеете в виду окупаемость, да, я правильно понимаю? Да, окупаемость, да, вот на данный момент 8 лет в среднем. Есть ли какой-то накопительный эффект у этих панелей? Или то, что они забрали у Солнышка, ту самую радиацию, то они и отдали? Да, это как бы на данный момент, в тот момент, как Солнце идет, эта электроэнергия производится и сразу отдается. Но можно систему дополнить, поставить, условно говоря, аккумуляторы, и это копить, и в нужное время потреблять. Но это как бы не самое выгодное, я бы сказал, не самое выгодное решение, поскольку у нас в стране есть, Садо Астейклс обеспечает нету вот этот учет. Вы можете, ну, как бы виртуально сохранить произведенную электроэнергию в сети, и, ну, потом забрать обратно за, условно, очень дешевую цену. И это будет намного выгоднее, чем, то есть, купить аккумулятор и его, ну, то есть, употреблять. Ну, поскольку мы знаем, аккумулятор, жизнь, ну, не больше будет 10 лет, и он наверняка не поспеет окупиться, как вот эта составляющая солнечных панелей. А есть ли шанс у какого-то сотрудничества жильцов, ну, скажем, скинуться подъездом или жилым домом и установить на крыше панели? Реально ли это и в какую сумму примерно может обойтись? Ну, стандартная, не знаю, там, типовая пятиэтажка где-то в спальном районе. Да, эта, как бы, тема сейчас очень распространена, поскольку частные дома очень активно ставят солнечные панели. Ну, собственники квартир тоже думают, как они могут появляться на свои, то есть, позиции в счете, услуги. Так вот, на данный момент, я потом упомянул, что есть сейчас поправки в законе, они там, то есть, пока что до конца не формализованы, не утвердены. На данный момент есть возможность хотя бы как-то повлиять на коммунальную электроэнергию дома, то есть, поставить на это потребление систему солнечных панелей. Ну, в каждом доме это может быть другой объем, и система может быть побольше, поменьше, но вот это, как бы, один из способов на данный момент как-то уменьшить эту позицию в счете. Но это не так легко, поскольку тут надо опять руководиться законом о квартирном жилье, то есть, там надо собирать вот эти все согласования, дом управа, то есть, подключать к этому вопросу, он должен эти все вопросы решить, сделать тендер, выбрать поставщика, и тогда уже согласовать с жителями этот вопрос. Но это, как бы, не очень почувствуется в счете у жителей, поскольку это не очень большая позиция, да, вот эта коммунальная электроэнергия. Да, вот, а насчет квартирной электроэнергии, вот там идут поправки на данный момент, и будут появляться возможности уже в конце этого года, в начале следующего года, как-то уже этот вопрос получше решить. Какие главные угрозы вот для солнечных панелей, какой ущерб могут нанести, ну, не знаю, природные стихии, вот в чем самое их уязвимое место, и как от этого, может быть, ну, вот можно ли это застраховать, эти риски? Ну, самые, наверное, большие риски, я бы упомянул молнию, ну, то есть удар молнии может произвестись, и довольно-таки большой ущерб может от этого исходить, но это можно тоже решить установкой заземления, подключения к общему заземлению дома, и этот вопрос как бы решается. Второй, конечно, это весер очень сильный, и тут как бы я хотел, ну, как бы смотреть этот вопрос с той точки зрения, когда выбирать системы, устанавливаются солнечные панели, выбирать все-таки сертифицированные крепления, которые предвидены до, ну, условно, каких-то больших ветряных нагрузок, и, ну, как бы этот вопрос тоже уже не так будет страшен для владельцев этих систем. Так что вот это, как бы, наверное, самые, как бы, уязвимые места. Ну, вот, к примеру, если град идет, то система не очень боится града, поскольку это каленое стекло, поверхность, она довольно-таки очень устойчивая. Единственное, что может, ну, как каленое стекло повредить, это острый камень, если, ну, вот, как-то специально броситься на него, то может отрезкнуться солнечная панель. Вы говорите сильные ветры, бури, опять же, вот осенью у нас все эти, ну, сильно и быстро, скажем так, перемещаются потоки воздуха, и иногда они за собой захватывают ветки и деревья. Да? Ветка может какая-то повредить, как вы сказали, камень прямым попаданием эти панели или нет? Понятно, если дерево упадет, то, ну, да, оно сокрушит, скорее всего. А ветки, которые у нас зачастую летают, особенно где-то в пригородах? Нет, нет, ветка не будет повреждать солнечную панель, поскольку, ну, вот если сравнивать опять с камнем, должен быть очень острый угол, очень твердый материал, чтобы это каленое стекло вот попасть в точку очень маленькую. А деревья, ветки, ну, они, по всей сути, мягче вот этого материала, ну, больше они разломаются, чем что-то случится с солнечной панелью. Вы упомянули тендер, который проводит, ну, сообщество жильцов перед установкой панелей. А сколько, в принципе, у нас компаний в Латвии занимаются установкой, кому можно доверять, если ты частнику для своего дома, например, выбираешь? На что обращать внимание при выборе установщика? Ну, я бы сказал, что самое, ну, как бы главное, да, на момент смотреть, что это очень долгосрочная инвестиция, да. Это получается, если мы говорили 8 лет окупаемости, то гарантия сейчас солнечных панелей примерно в среднем в рынке 15 лет. А гарантия на деградацию, что панели будут работать с 80% хотя бы изначальной эффективности, это вообще 25 лет. Так что выбирать наверняка надо компаний, которые кажутся, что они, ну, то есть уже, может быть, на данный момент уже на рынке какое-то время, и, ну, нет каких-то индикаций, что они могут быть только вот на данный момент, когда вот этот интерес и рынок очень нагретый, эти солнечные панели. Если говорить про число компаний, то да, вот на данный момент этот рынок очень, можно сказать, разогретый, интерес очень большой, даже превышает в какие-то моменты способность поставлять и материалы, и рабочую силу, и компанию, я примерно могу сказать, что это даже около 20 компаний, которые, и может быть уже больше, которые предоставляют услуги о установке панелей. Ну, сказать с такой точки зрения, которые самые могли бы быть надежные, ну, наверное, те, которые в одной персоне могут быть, как и торговцы электроэнергии, поскольку эти компании, чтобы торговать электроэнергию, ну, существенным капиталом, то есть, да, владеют, и это как бы, ну, в один день эта компания не пропадет, и она будет нести ответственность, даже если там очень большие проблемы вдруг могут произойти с дефектами системы, или какие-то, может быть, другие какие-то расчеты были некорректные и так далее. Так что, да, вот это как бы рекомендация смотреть на компанию с такой точки зрения. А учитывая, что сами панели их производства, производители развиваются, они становятся все более энергоемкими, как часто придется заменять элементы этой системы? Вот опять же, вы говорите, гарантия там 15-25 лет, окупаемость 8, но тем не менее, нужны будут какие-то постоянные вложения. Ну, постоянные вложения, в принципе, да, вот до 15 лет, ну, если нет каких-то, ну, злобных, там, да, моментов, что эту систему как-то повреждали, система должна работать, да, и на данный момент, ну, в Латвии, которые там самые старшие системы, и, может быть, даже можем приводить параллели с Германией, где уже намного раньше солнечные системы ставились, так там 10 больше лет они проработали, и на данный момент, вот, владельцы там, многие решают менять солнечные панели на эффективные, поскольку они уже, то есть, себя окупили, и, ну, потребление уже с тех времен 10 лет обратно взросло, надо, как бы, больше мощности на это домохозяйство, вот, они сейчас, ну, там производится замена технологии в Германии, и потому, может, к нам попадают вот эти, можно сказать, употребленные панели на вторичный рынок. Ну, их можно ставить, они будут работать, но, конечно, это будет уже кот в мышке, да, вы не будете знать, насколько долго они будут работать. Скажите, вот, сама система, я понимаю, ведь предусматривает и кредитование, поскольку это достаточно дорогостоящее удовольствие, и, опять-таки, есть опыт страхования, вот, насколько вот эти системы, они могут позволить большему распространению, вот, как раз-таки, солнечных панелей, поскольку не надо сразу выплачивать большую сумму, и можно всегда застраховать на случай каких-то, ну, непредвиденных погодных условий. Да, ну, на данный момент возможностей много насчет кредитований. Банки очень идут сейчас навстречу, да, вот домохозяйством довольно низкие процентные ставки, довольно легкая, то есть, система, как можно подать заявление, что есть интерес поставить солнечные панели. И, конечно, страхование, да, сейчас страховые компании, в принципе, на данный момент разрабатывают разные, как бы, комбинации, какие как раз моменты можно застраховать в солнечных панелях, или вот удар молнии, или повреждения, какие-то системы и так далее. Но я детально, может быть, вам сейчас не расскажу, это больше вопрос к страховщикам, но, насколько я знаю, то эта позиция на данный момент очень активно разрабатывается, ищет самые какие-то интересные модели страхования как раз домохозяйством, поскольку рынок сейчас большой стал, и, ну, конечно, интерес такого продукта тоже возрастает. Но я к тому как раз и говорю, что помогает ли вот разработка таких, такого рода продуктов, распространению, то есть люди более спокойно относятся к тому, что есть возможность взять кредит, есть возможность застраховать, окей, значит, тогда все-таки риски можно минимизировать. Да, да, совершенно верно, да, вот, может быть, с другой стороны понял вопрос, но, да, это, конечно, у людей, на самом деле, самый первый вопрос при выборе, да, вот, при такой инвестиции, насколько я буду застрахован, и действительно ли оплатится эта система, да, вот эти самые две такие основные вопросы, два, которые волнуют людей. Кое-что стало понятно, но, видимо, придется возвращаться, возвращаться еще к этой теме и копать, и разбираться. Андрей Комбецов, руководитель отдела энергетических решений компании «Энефит» был с нами в эфире и рассказывал о солнечных панелях в Латвии, об их распространенности и распространяемости. Ну, в общем-то, действительно становится все больше, и энергоемкость растет. Спасибо огромное, Андрей. Спасибо вам. Хорошего дня. Ну, у нас небольшая пауза, после которой мы с Олегом, конечно же, еще к вам вернемся. Радио Болткома.